Потому что обычно автопатии они проводили всегда где-то в другом месте, но куда народу ближе всего идти? Конечно в тоннель. Ты всегда мог найти там друзей, то есть ты мог прийти действительно в клуб один, но ты знал, что ты идешь туда один, с тобой никого нету, но ты придешь туда и там будут твои друзья. А тут все приходит именно к тому, что тоннель это одна большая семья. Здравствуйте, меня зовут Роман, я являюсь одним из организаторов промо-группы Тоннель Лаб. Всем привет, меня зовут Костя, я один из организаторов промо-группы Тоннель Лаб. Салют, меня зовут Слава, я один из организаторов промо-группы Тоннель Лаб. Всем привет, меня зовут Рома и я являюсь организатором промо-группы Тоннель Лаб. У меня был один знакомый, его звали Алексей, он мне предложил как-то поработать вместе с ним в клубе Тоннель, так как он уже был там устроен. Собственно, попал я туда в августе 2003 года, как работник сразу же туда пришел, до этого там не бывав ни разу, ну и, собственно, сразу начал работать. Ну, я в тоннель попал в районе 2004 года, меня туда позвала моя лучшая подруга, Женя Мазикова, тебе привет. Ну вот, и, собственно говоря, когда я пришел в клуб, я понял, что я собираюсь там уже остаться надолго, потому что это было очень круто и мне очень понравилось. Я попал в тоннель в 2005 году, в конце меня привел туда Вова, Женя к тебе привет, и где-то через год после этого я начал там играть. Я попал в клуб тоже в 2003 году, месяц, конечно, не помню, но все это случилось благодаря одному человеку, который сидит здесь. Могу даже историю рассказать заодно, раз уж так пошло. Когда-то в 2004 году, я помню, я работал в идеальной чашке на Садовой, пришел ко мне мой друг и говорит, «Слушай, видишь, у меня, говорит, есть кольцо тоннеля». Я говорю, «А что это такое?» Я говорю, «Я тогда вообще даже не знал, не клубился, ничего». «А вот есть такой клуб-тоннель, как-нибудь вот будешь, позвони, заходи». Вот однажды я набрался с милостью в 2003 году и позвонил, он меня провел. И с тех пор сначала ходил долгое время, потом уже работал. Как мне кажется, во-первых, тоннель появился в своем месте, в свое время и зародил мощнейшее движение электронной музыки, андеграундной электронной музыки, которое дало толчок к огромному развитию, привело к организации крупных фестивалей в Петербурге именно. Я тебя добавлю. Плюс ко всему прочему, на самом деле в тоннеле именно стали играть ту музыку, которую в России вообще не играли. То бишь, была ситуация, как раз в тоннеле уже на тот момент давно проводились вечеринки, бит-битраст, брейкс играл, играл уже на тот момент дробан-бейс хорошо. И, собственно говоря, я сидел дома, там была передача по СТС, про танцы тогда еще такая была передача. Вот там показывали какой-то фестиваль, вот говорили, вот новое течение музыки пришло в Россию, брейкс. И я такой, господи-господа, брейкс уже, как, наверное, год в тоннеле играет, у нас уже куча своих диджеев. Ну вот, и плюс ко всем прочему, кольтым местом стало, потому что, наверное, оно пошло именно от тех людей, которые привезли электронную музыку в Санкт-Петербург. Это пошло еще со сквота, это можно сказать спасибо Лене Попову, можно сказать спасибо Братим Хас, Слону. Потому что вот эти все люди ставили у истоков, они как бы в связи с тем, что они именно сюда все это тащили, все новое на тот момент привели, это все именно уже в тоннель. Поэтому и это место и было культовым, потому что оно, ну как сказать, оно было первым. И оно всегда старалось быть именно первым, то есть и делало именно качественные вещи это место. То есть и люди туда ходили именно поэтому, потому что это было тогда такое андеграунд место, а люди жены все любят, когда вот что-то такое вот необычное, все классно, и он именно поэтому культовым и стал. Ну, на самом деле, еще почему культовым? Потому что ведь там под одной крышей, ну, собиралось сразу несколько направлений, да, которые в те моменты были популярными. Ты, приходя туда, всегда знал, что ты всегда найдешь что-то для себя. Тем самым собиралось очень большое количество людей разных каких-то направлений, ну, разных интересов, которые как раз приводило вот к тому, что все знакомились, дружились, и в итоге появлялся какой-то, ну, не культа, а... Ты всегда мог найти там друзей, то есть ты мог прийти действительно в клуб один, но ты знал, что ты идешь туда один, с тобой никого нету, но ты придешь туда, и там будут твои друзья. Это можно было сказать, ну, наверное, громко было сказано, но все-таки это была семья и своей. Как семья? То есть это действительно, люди туда приходили, они практически знали всех друг друга. Никогда никому не было каких-то серьезных претензий, то есть все всегда дружно, лояльно все объясняли, если было что-то не так, и никогда не было, что если придет человек новый, какой-то со стороны ему обязательно скажут, покажут на дверь. Нет, всегда люди находили общий язык. Ну, были истории с тобой? Да. Ну, это мы вспомним. Нет, на самом деле, периодически, когда приводил в клуб какого-то нового человека, они потом говорили, знаешь, я, говорит, иду по клубу, все на меня смотрят, и смотрят, такие, ах, ну, что ты, я тебе так люблю, что ты едешь, ноги, ноги. И вот ты идешь и ощущаешь, что как-то вот все, как это, как рассматривали тебя, ага, я тебя раньше не видела. Поэтому... И многие говорили, что первый раз было сложно, но, наверное, эмоционально сложно, потому что действительно все друг друга знали, и это действительно было как семья, поэтому... Да, и не будем забывать, что все-таки эта семья была очень большая, тысячи-полторей народу помещал. Поэтому тоннель сделали в первую очередь люди, которые туда приходили, и там оставались на долгие годы, как и мы все, собственно. Все! Скажу, что со своей стороны лучшие вечеринки в тоннеле — это наши вечеринки, которые мы проводили и с ребятами из молодой промо-группы, с Артуром Домбровским — тебе привет! — и с промо-группой «Монстер Саунд», в состав которой я входил, мы делали вечеринки по воскресеньям и по средам, и делали пати с многочисленными привозами, и всегда поражала отдача публики и количество народу в танцполе. Я обожал вечеринки «Вода», «Изюм», «Изюм», «Боря Альмотив», мы тебя помним, ну, вот это были лучшие диджей-болки. Больше всего, конечно, я фанател с ретро-пати, это диджей-ритиско, и я просто на этом танцполе зависал постоянно. Это прям вообще для меня была прям топовая вещь, я прям их очень обожал. Началось все с того, что я с Димой Никифоровым, привет, Дима Кефир, а как-то собраться решили, где-нибудь посидеть старой тусовкой. В общем, я создал чат в тоннеле и начал туда накидывать народ. Позвонил Косте, позвонил еще пару людям. Получилось так, что в этот чат очень быстро набилось большое количество народу, он всего 500 человек тебя ввещал, и за 3 дня или 3 часа, не знаю точно, собралось больше 500 человек. Мы решили, надо что-то делать, подумали, надо мутить вечерину. Ну, собственно, с этого все и началось. Мы пришли плавно к вечеринке «Опере». Да, там перешли к вечеринке «Опере», но просто изначально, да, ситуация была такая, что Рома работал там, я просто тусовался. Мы, в принципе, как бы не особо понимали, как мы это все сделали. Начинали искать лофты, начинали искать какие-то площадки непонятные, причем именно в аренду за какие-то баснословные деньги, и за счет того, чтобы всем скинуться и собраться пообщаться. К нам подключились в помощь, вызвался помощь Эрик, Слава, человек, которого нельзя называть, Рома. И Саша ДКЛР. И Саша ДКЛР, собственно говоря. Дека, привет! Мы тебя помним, мы тебя не забываем. Не забудь. Тебе спасибо за помощь. И пришли к выводу, что да, это надо делать все в клубе, надо делать все для людей, все делать красиво. Договорились с «Оперой», причем разговор был такой, они сказали, ну, соберете человек 500, да, хорошо, вот вам площадка. И мы тоже рассчитывали, как бы где-то там 300-400, ну, 500 людей придет. Мы не рассчитывали, что будет, как это получилось. Пришли в клуб, причем в самом клубе половину охраны убрали, половину барменов убрали. В итоге на входе стоял я, Рома, Рома. И мы со входа смогли уйти только в 3 часа ночи, потому что народ пер просто без остановки. Собровалось больше тысячи людей. И там срочно выдергивали охрану, потому что не хватало, срочно выдергивали барменов. В клубе выпили просто под утро вообще все, все, что там было. Мы поняли, что это настолько получилось классно. Причем от людей был очень большой футбак, всем это все понравилось. И мы решили, что да, надо это продолжать, делать людям счастье. Ну, на такое мы не рассчитывали точно. А тут все приходит именно к тому, что тоннели-то одна большая семья была. Народ как бы все равно, все, даже если были какие-то плохие у людей истории, связанные с клубом, они все забываются, то это все равно все хорошее. Народ это помнит до сих пор. Спустя 15 лет на первую донавирусскую вечеринку, вот именно которую мы делали, пришли, ну, наверное, процентов 85 людей, которые были именно в этом клубе. И они шли без остановки. То есть у людей остались очень хорошие, добрые, теплые воспоминания об этом месте. Все говорилось, а то все и пошло. Были даже люди с переломанными ногами на коляске. Да! Да! Люди старались прийти кто как мог. Кто как мог. Ползли, шли, бежали, летели, но они хотели туда попасть. В то же время было очень много новых людей, которые просто когда-то где-то слышали про него, но то ли не зацепили эту историю или еще что-то, но они приходили и стояли в этой сумасшедшей очереди, пробивались. Особенно хорошие, хочется сказать, огромные слова благодарности диджеям, которые откликнулись и отыграли на этой вечеринке. За это просто большой аспект от нас всех. Один раз, это, по-моему, был 2006 год, мы, опять же, с Вовой Бзиком, поехали из клуба «Пятница» в тоннель. Тогда, по-моему, был день рождения топера, если я не ошибаюсь. Мы приехали туда, и Вова Бзик должен был играть. После поля топера, значит, что-то встал Вова, и под утро ко мне подходит парнишка, который играл после него, говорит, ну что, ты хотел поиграть? Давай иди на главном танцполе. Я помню, я никогда в жизни, наверное, так не боялся. У меня как раз с собой были пластинки, и вот это первое мое выступление в тоннеле. Мне запомнилось вообще на всю жизнь. Был народ, естественно, до самого конца. Все прокачивали, я, естественно, косячил, но это было круто. Пойс-контроле тоннеля работало тем образом, что очень строгий дресс-код был. Это, во-первых. Во-вторых, всегда смотрели на состояние людей, насколько они трезвые. То есть, естественно, чем-то трезвее, тем тебе больше вариантов попасть внутрь. И, соответственно, наоборот. Дресс-код был строгий, никаких спортивных штанов, никаких кроссовок. Кроссовки вроде бы были. Кроссовки вроде бы были. Да, спортивные штаны, шорфы запрещены были. Вот, это 100%. Никакой рейверской атрибутики, такие перчатки. Ни перчаток, ни масок, ничего такого подобного. Нет, на фейс-контроле как раз вот этого-то не было. Таких ребят пропускали, это было уже негласное правило самого клуба. Просто, если вспомнить историю, вообще, как рейверы начинались, откуда взялись перчатки, откуда взяли всякие фонарики, вот это все. Рейверы, первые, были подпольными и проводились на всяких запрошенных территориях заводок. И перчатки одевали, штаны подкатывали, чтобы не пачкалось. Ну вот, и, соответственно, это переросло в культуру. Но именно в тоннеле это считалось всегда мументоном. То есть, нет никаких перчаток, ни респираторов, ни подкатывающих штанов, ни всяких вот этих мигающих штук. Это все считалось именно, нет, это вот все вот. Потому что перекликалось со стилем музыки, который нам был не близок. У нас было свое электронное направление, а конкретно те, кто носил эту атрибутику, они, грубо говоря, другой стиль музыки у них был. Соответственно, мы его вообще никак не воспринимали, не любили. Мы были андерранцузы. Люди с такой атрибутикой просто у нас были не в ладах, грубо говоря, со всеми нами. Собственно говоря, с этим связана история была одна как бы. Ну ладно, история была замечательная, то есть связана с тем, был колбасный цех. И, скажем так, ну обычно после таких каких-то мероприятий ночных проводились где-то автопатии. И по чистой случайности тоннель работал не до 6 утра во время колбасного цеха, а до 12 часов дня. Ну и, естественно, после 6-ти стали приходить ребята с колбасного цеха, писать, радоваться, получать новые эмоции от новой музыки. И стали приходить именно в том виде, в котором они были там. Соответственно, это были белые перчатки, это были как раз респираторы, это были всякие там мигающие палочки, лампочки, еще что-то и того подобного. Ну и, в общем, был у нас такой фарзачкой, Степа Новиков, тебе тоже привет большой, давно не виделись. И мы с ним хоть и гуляли по клубу, а у нас были футболки тоннельные, потому что они от стафовских, от рабочих отличались только тем, что у нас сзади не было написано стаф. И, в общем, подходим мы к такому персонажу одному, который сидел как раз на диванчике и говорим, слушай, малый человек, мы тут работаем, у нас не принято в клубе вот в таком виде находиться. Давай мы сейчас сейчас заберем это, ну вот, отберем это все, бам, ой, в этот гардероб, потом там заберешь, да-да-да, хорошо. Ну и, соответственно, после этого мы летаем в красный чала, он скрикал, смотри, что нашел. Ну, ну и, собственно говоря, да, было вот так вот, потому что мы считали, что культура рейва питерского, она должна быть все-таки именно питерской, именно культурной культурой, красивой. С другой стороны, если вспомнить расположение клуба, да, это Виктор Слебанский, там же рядом находился СКК, а это была основная, на тот момент, это была... ...сех крупных мероприятий, поэтому как раз вот решение о продлении работы клуба принималось во время работы. Ну, это я просто вспомнил из истории, что смотрели, если вдруг народ пошел, потому что обычно автопати они проводили всегда где-то в другом месте, но куда народу ближе всего идти? Конечно, в тоннель. Если начинал народ идти, то принималось решение о продлении, там, 8, 9, 12 и так далее. Ну и плюс, это была такая забавная вражда, на самом деле, она даже своего рода была смешная, потому что недалеко был клуб спортивный, и, собственно говоря, с утра, когда ребята после тоннеля сидели, там, около тоннеля была такая жердочка железная сделана, с утра, естественно, после клуба все сидели там, еще болтали, никто не расходился после вечеринки сразу же домой, нет, все сидели еще, болтали. Да, это была, кстати, одна из таких традиций, выйти еще посидеть на улице, подболтать там часами. Да, посидеть на улице, поехать кому-то на автопати на квартиру, не без этого, и, собственно говоря, вот все собирались, сидят, солнышко, 6 часов утра, лето, светит солнышко, идут ребята со спортивной, ну и тут начиналась спортяга в тоннель, и вот, поорали друг к другу и рассошлись мирно, но, собственно говоря, да, это в свое время, в своего рода был такой прикол, связанный именно с направлением музыки. Ну, на входе их не было, они были внутри, на танцполах подходили к людям не совсем в нормальном состоянии, грубо говоря, просили, вежливо просили у них телефоны, личность и все, что у них было ценно с собой, с целью завладения. Ну, и потом, собственно, оставляли их, говорили спасибо, и удалялись. Я помню, что охрана все равно работала, охрана могла подойти, сказать, что так и так, и, в общем-то, нас все решались. Ну, поскольку люди были не совсем в себе, они боялись подходить к охране, иначе бы им еще и охрана бы отсыпала своего чего-нибудь, в смысле физического чего-нибудь. Вспомнил ситуацию, на самом деле, может, была тоже история, то, что вот именно с гопниками связано, что там как раз наш общий знакомый, там, к нему подошли как раз незнакомые ребята, вот тут как раз поднимался вопрос о том, что да, когда были новенькие, их замечали, но я смотрю, там какой-то назревает конфликция для него и еще двух ребят. И я позвал охранника того, чтобы он как бы решил этот вопрос, и тогда все закончилось малой кровью, то есть ребят просто вывели. Ну, то есть, в принципе, охрана работала, но и первое время, вот, наверное, четвертый, пятый год, там-то охраны было немного, и всего было, думаю, это Тимофей, наш милый, большой, добрый мишка, и Саша Редевил, это был большой, злой мишка. Но вот этих ребят очень хорошо помню до сих пор, и только вспоминаю хорошим словом, им тоже большой привет. И приходите к нам на вечеринку. Да, очень рады, будем вас видеть обоих.